всем доброго дня мы с Вильчиком решили вам приготовить сырники не переживайте я руки конечно повою после Вильчика когда буду вам показывать как я буду приготовлять поздороваться Вильчик скажу здравствуйте все мои дорогие подписчики хорошего скажи вам дня я тоже люблю творог кушать и долечка уже ко мне подпрыгивает но я не могу вас в боях держать Вильчик больше такой спокойный я его могу на руках держать правда маленький мой такой зайчик сегодня я купил творога и попробую сделать сырники не знаю я решил попробовать с манкой никогда с манкой не готовил ну сегодня постараюсь чтобы у меня получилось я попробую Светланка будет собираться ехать по своим делам а мы приготовим вкусняшку может мы успеем приготовить и Светлана попробует они то она приедет потом попозже будут кушать с нами так Вильчика мне руки не надо мыть потому что я сейчас все равно после тебя будут ручки мыть бы написать что я держал собаку а потом я начал готовить руки грязные так скажем и чистюля скажи так Вильчика ну что начнем сейчас я вам покажу с чего все будем начинать смотрите как Доля подпрыгивает ну иди сюда иди Долечка тоже хочет с вами поздороваться потому что невозможно ведь то есть что Томаса не могу на руки взять потому что Томас куда я уже на голову посажу а Вильчика молодец а Долечка подпрыгивает тоже такая рада хочет с вами поздороваться ну поздороваться сказать здравствуйте все здравствуйте мы тоже будем ждать скажи сырники да мои сырники маленькие и так для этого нам понадобится одно яйцо сахар манка соль я купил две пачечки творога по 300 грамм ванильки чуть-чуть ну и конечно мука мука нам тоже понадобится честно говоря я оладкие делал но сырники я еще никогда не делал ну попробуем постараюсь я вас удивить на вкус конечно тоже должно получиться вкусное ну наперед ничего не буду говорить лучше буду делать вы это все посмотрите и мы вместе с вами увидим что у меня получится и будем пробовать и так вначале берем творог ну выходит по 300 грамм 600 грамм выходит творог сегодня я купил в магазине творог потому что мы постоянно брали домашний перезвонили домашнего нету ничего страшно попробуем с этого сделать конечно с домашнего наверно бы лучше бы получилось а ну постоянно разбирает не успеваем покупать молоко то есть отворок что-то у не разбирает и сметану потому что наверно но сильно вкусно и домашние из домашнего конечно ну тоже творог неплохой смотрите хороший для этого нам еще нужен ножик я забыл взять чтобы разбить наше яичку вот так разбиваем добавляем одно яйцо добавляем ложечку манки даже полтора добавим вот так много манки не будем добавлять полтора я что-то не хочу две добавлять вот так добавим сахара много сахара не буду добавлять потому что когда захочет кто-то кушать то может и с медом кушать и с вареньем сырники не знаю кому как кому как кушать чуть-чуть соли мы добавим немного пол ложечки добавить ну и наверное чуть ванильки чуть-чуть много не буду для запаха думаю что оно ничего творога не перебьет будет вкусно пачка тут пачки много нету как раз запах будет отличный так и это мы все тщательно перемешаем я думаю одного яйца достаточно хватит я наверно вилкой не буду потому что вилкой у меня не получается все лучше руками не переживайте руки я мыл собак держал но я руки помыл с мылом тщательно вымыл руки в рукавицах я никогда не работаю вот так руками намного лучше чем я буду играться ложкой вилкой это все я хорошо перемешаю оставлю где-то на 10 минут чтобы она чуть-чуть постояла думаю достаточно будет 10 минут какой запашок идет ванилечкой запах сильно приятный но я постоянно не раз смотрю видео ю тубе как делают сырники один раз посмотрел там в основном все делают ложечкой вилочкой ну а я руками о мне лучше выходит руками и вот сколько мне получилось этого творога видите я много не буду делать сейчас пускай оставлю постоит где-то пять минут десять пять или десять минут пускай постоит и начнем делать и так уже прошло пять минут берем муку насыпаем на досточку насыпаем на досточку ну я не надо много потому что я буду только говорится сверху мука будет ну пускай будет еще одна ложечка потому что вот так и сейчас начнем делать так берем творог делаем такими шариками и посыпаем чуть мукой чтобы она у нас нет а я сейчас я попробую сделать такую формочку видите чтобы у нас она хорошо свет такой был и мы сделаем такую форму вот такой у нас будет свинник с такой формы чтобы он так хорошо был по бокам форму такую приобрел вот что у нас получилось видите такая форма красивая вот так будем пробовать дальше чуть-чуть берем следующее и опять мы мукой хорошо это посыпаем чтобы она у нас не распадалась а берем эту форму и делаем так не на она больше такая форма и красиво получается так бы если я руками дел бы у меня конечно бы так бы не получилось хочется чтобы она красивая было вот так у нас получилось уже две штучки я начале все на дело потом поставим сковородочку и на подсолнечном масле будем их поджаривать поджаривать поджарить поджаривать надпіриваю поджаривать Продолжение следует... И вот что у нас получилось, видите? Получилось у нас 6 штучек. Сейчас поставим сковородочку и будем пробовать их жарить. Вот я уже поставил сковородочку на 8 в режиме. Но потом, когда буду ложить сковородку, это все вылаживать, то я включу где-то на 6. Чтобы хорошо они прожаривались, они подгорали. Пускай сковородочка хорошо раскалится и нагреется. И начнем будем тогда их жарить. Итак, наша уже сковородочка раскалилась, хорошо нагрелась. И будем в наше изделие ложить сковородочку. Я буду ложить все сразу. И посерединке. Чтобы мне потом хорошо было переворачивать удобно. Ну так, я поставил на медленное. Надо у себя будет скрутить на шестерку. Пускай на 6. Не подгорали у нас. Вот так я уже начинаю их переворачивать. О, как они такие пуснастые вышли. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Это средненький такой, маловатый вышел. Не поднялся. О, потихоньку. Они будут у нас протекаться. Я уже их переверну. Видите, какие у нас получились сасэрники. Это приготовил Андрей. Сейчас будем пробовать. Они еще горячие. Смотрите. Видите, красивые получились в разрезе. Как запеканка. Ну, не знаю, пробуй на вкус. Без понятия получилось. Сейчас попробуй. Ты Сафари немножко выжил, да? Пробуй. Слышно запах ванильки? Угу. Ну, что? Пухнет. А что ты не берешь сметаны? Можно сметану, но для меня они не сладкие. А, я сахара много не бросал. Это специально рассчитано, чтобы ты кушала или с вареньем, или с медом. А очень вкусно получается. Хоть с нутеллой ешь. Ты их первый раз делал? Смотри, где они то себе получаются. Первый раз. Ну, я причем, Лена, в разрезе, смотри. Смотри, мам, как я ее в разрезе. Вот сейчас попробую. И не сладкие вообще. Не сладкие? Не сладкие. Вот если ты хочешь сахара добавить, на меня не сладкие. Не, я мало сахара добавил. Ну, вот попробуешь и... Сахар, соль, это белая смесь. Смотри, попробуй и скажешь. Если хочешь, я тебе дам варенье, они еще вот такие теплые. Аж занадто теплые. Дай ножик, матерь. Виля и Доля мне помогали. Молодцы. Вы помогали, да? Помогали-ка ты? Мне понравилось форму делать. Видишь, слепанка? Когда форму делаешь, они красивые получаются. Молодец, первый раз, но делал очень вкусно. А ты так делал? Мне каждая женщина так сделает. Мам, тебе дать мне дам? На, чуть-чуть. А ты когда, Светлана, делаешь, ты манку добавляешь? А? Манку добавляешь? Я нет, не добавляла. Но очень вкусные они получились. Они очень хорошо пропеклись. Смотри, они получились у тебя как запеканка. Как запеканка. Ну, а вы так очень вкусные. Как запеканка. Я вот смотрю, поразрезаю и так я кушаю. Так. Не приставать ко мне. Пробуйте, готовьте. Да, молодец. Пишите, может, я что-то не того сделал. Ну, Светлане понравилось и матери, не знаю. Очень вкусно. Может, вы делаете по-другому. Очень вкусно. Молодец, Андрюш. Молодец. Так что мне пишите. Может, кто-то знает другой рецепт насчет сырников. Ну, я пока первый раз, честно говоря, первый раз я попробовал. Главное, что мать довольна, Светлана довольна. Кушать можно. На здоровье. Спасибо. Бон аппетита.